Мир вам, братья и сестры! Я прочитаю из Священного Писания, Евангелие от Матвея, 23 глава, 37 стих, 38-39, последние три стиха. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающих посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов под крылья, и вы не захотели. Все оставляется вам дом ваш пуст, ибо, сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне. Братья и сестры, это слова, которые произнес Христос, это слова грусти, слова печали. Он печалился об Иерусалиме. И согласитесь, что характеристика Иерусалима, которую дал Иисус Христос в этих двух стихах, она далеко не должная, далеко не радостная. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, камнями побивающий посланных к тебе. Вот такая характеристика этого народа была, братья и сестры. И далее Иисус Христос говорит о своем желании. Он говорит, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Братья и сестры, много раз Иисус Христос желал собрать чад Израиля, детей Иерусалима, как птица собирает птенцов под крылья свои. Не только, братья и сестры, не только люди, но и все Божие творение заботится о своем потомстве. Но особенно ярко проявляется вот эта забота у птиц. Птицы, они как бы под крылья свои, под крылья свои, значит, собирают птенцов своих. И вот эти птенцы там находят тепло, уют, покой, пожалуй, безопасность. И вот Иисус Христос говорит, сколько раз я хотел собрать чад твоих, как птица собирает птенцов под крылья свои, но вы не захотели. Это значит слово сколько раз, оно как бы и вопрос, и как бы и ответ сразу же. Это не один раз, это много раз. Господь Иисус Христос хотел собрать чад Израиля, детей Иерусалима, но они не захотели. Ну вот примерно, чтобы мы понимали, когда, при каких обстоятельствах Иисус Христос, Он собирал, хотел собрать вот этих чад. Вы помните, Иисус Христос, Сам придя в этот мир, Он ходил из города в город, из селения в селение. Он проповедовал и призывал людей к покаянию. Говорил, что приблизилось Царство Небесное. А потом, братья и сестры, Он посылал учеников своих, и вот им говорил, на путь к язычникам не ходите, в город Самарийский не идите, идите наипадше, наипадше к погибшим дома, овцам дома Израилева. Вот именно к нему, к Израилю, к Иерусалиму, к городам Иудеи были посланы ученики Иисуса Христа. Написано, братья и сестры, когда Христос говорил с вот этой женщиной, хананьянкой, которая пришла и просила помощи у Него, то Христос сказал так, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Посмотрите, какая привилегия была дана Израилю. Израилю. Это были дети, и нехорошо взять хлеб у детей. Правда, Христос ответил на ее вопрос, на ее просьбу, ответил, видя ее глубокую веру, братья и сестры. И тех, которые приходили к Нему даже из язычников, Христос никого не отвергал, братья и сестры. Но если вот эти слова Иисуса Христа, они в какой-то степени нас опечаливают, нас, язычников, то еще больше, еще больше тех слов, которые говорил Иисус Христос в адрес и нас, уже язычников. В 10 главе Евангелия от Иоанна написано, Христос говорит о добром пастыре, который полагает жизнь свою за овец. И вот Христос говорит так, что «Есть у Меня и другие овцы, не с всего двора, и тех надлежит Мне привезти». Братья и сестры, а когда Христос уже возносился к Отцу Своему, то Он говорил ученикам Своим, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие Царствия, кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Христос говорил еще такие слова, Матфей говорит, что «Идите, проповедуйте Евангелие, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Значит, научите все народы. Когда мы читаем, братья и сестры, о действиях, о работе, о миссионерской работе учеников Иисуса Христа, мы находим, что апостол Петр, он получает откровение от Господа, чтобы он не почитал никакого человека нечистым или скверным. И, войдя в дом Корнилия, апостол Петр, он говорил, «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, и во всяком народе, боящийся Его, приятен Ему». Братья и сестры. И далее апостол Павел, он говорит, значит, много об этом, но приведу вот этот пример. Он говорит как бы притчу апостол Павел, значит, о природной маслине и о дикой маслине. Природная маслина – это Израиль, которые имели обетования, которые были даны ихним праотцам. И вот апостол Павел говорит так, что вот природные ветви, что ветви природной маслины, они отломились неверием, а ветви дикой маслины, они привились вот к этой природной маслине верою. Братья и сестры. То есть мы стали как бы общником сока и корня вот этой вот маслины, природной маслины, братья и сестры. То есть как новый Израиль. Апостол Петр на вот этом Мерусалимском соборе, то он говорит так, что Бог не положил никакого различия между нами и ими, то есть между евреями и язычниками. И много мест, которые нам об этом говорят. О благодати Божьей, которая явлена язычникам. Но одно из больших, значит, наставлений или обетований Божьих, оно дано, значит, в Откровении, в Третьей главе, в послании к Лаодикийской церкви. Лаодикийская церковь, братья и сестры, она была не в должном состоянии. Но ее нельзя сравнить с Израилем, как они были во времена Христа, но состояние ее не должно. Я не буду говорить за неимением времени. Но к ней же, к этой языческой церкви, обращено, значит, обращены слова. «Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой, я творю дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мной». Братья и сестры, если сравнить вот эти два выражения, которые я только что процитировал, и выражения, о которых я читал, что «Сколько раз хотелось собрать щад твоих, как птица птенцов под крылья свои, и вы не захотели». То, братья и сестры, и то прекрасное выражение, и вот это прекрасное выражение, выражение, обращенное к Израилю, и выражение, обращенное к Лаодикийской церкви, то есть к язычникам. Есть в Священном Писании, братья и сестры, книги пророка Иеремии, в 21 главе, значит, там говорятся такие слова, там сказано Господом через пророка Иеремии, Израилю, вот я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. А почему было вот это предложение, значит, Израилю, вот этот путь жизни и путь смерти? Оно было, это предложение, по той причине, что тоже отступление Израиля было. Бог определил, чтобы они, значит, были преданы во власть Навуходоносора и должны были быть в пленении 70 лет. И вот для того, чтобы участь вот этого вот города, города Иерусалима, не была такой тяжелой, как она впоследствии была, вот эта вот участь, то Господь сказал, что я предлагаю вам вот эти два пути. И какой путь, когда Иерусалим был окружен уже войсками Навуходоносора, то путь жизни – это просто смириться, это просто выйти к Навуходоносору, и он, значит, бы отнесся к ним очень благосклонно к Израилю. Но царь Сидекия, который в то время был царем, это был такой слабохарактерный человек, то он, значит, подчинялся князьям, князья были против. Ему Господь говорил, чтобы все-таки он вышел к Навуходоносору, сохранится город, сохранится храм, но он не решался, находил постоянные причины. В конечном итоге город был взят. Через полтора года осады. Иеремия тоже был в этом городе, и он видел все, что происходило в этом городе. Полтора года люди оставались, значит, с очень скудной пищей. В конце уже пищи не хватало даже воинам, которые воевали и были на стенах города. И вот, видя все это бедствие, братья и сестры, после того, как город был предан в руки халдеев, после того, как Навуходоносор свершил свой страшный судно вот этим царем, его князьями, его детьми, то после этого, значит, пророк Иеремия пишет вторую свою книгу, пишет книгу под названием «Плач Иеремии». И вот в первой главе, в первой главе и первым стихом он сравнивает Иерусалим, сравнивает Иерусалим, значит, с царицей, с овдовевшей царицей, с опозоренной царицей он сравнивает Иерусалим. Такая была ситуация Израиля, Иерусалима в то время. Братья и сестры, впоследствии Иисус Христос, обратимся к словам Иисуса Христа, значит, Он сказал так, за то, что вы не захотели, чтобы Я собрал вас, как птица птенцов, под крылья своей, дом ваш остается пустым. Братья и сестры, пустой дом, как это страшно, чтобы не было Бога в доме. И вот впоследствии, прошло где-то около 36 лет после вознесения Иисуса Христа, и в 70-м году была иудейская война, в котором иудеи потерпели страшное поражение, в котором погибло очень много людей. И вот римляне, которые одержали победу над Израилем, они взяли и воздвигли такую триумфальную арку, триумф, победа, победа над иудеей. И вот иудея была изображена под этой аркой, значит, плачущей, растрепанной женщиной, сидящей на земле. Братья и сестры, причина этому не была Бога. Все остается, дом ваш пуст. А вот в настоящее время, я опять процитирую слова, Христос стоит и стучит в двери нашего сердца. Пусть этот горький урок Израиля, который, значит, послужит нам добрым примером, чтобы наш дом не оставался пустым, чтобы мы всегда призывали Христа, чтобы Он был нашим помощником и был в нашем сердце, и был в нашем доме. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Будем молиться. КОНЕЦ ПЕЧАЛЬНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok